Замену Альянс вот этим героям. Ну, те игры с Виспом, которые мы видели, они не взлетали, по крайней мере. Как-то все-таки мы смотрели, ну, были безидейные пики Виспа. То есть Висп без ЦК, Висп без кого-то. У Альянс все-таки топ Висп ЕГЭМ. Интернешнл выиграл на нем, собственно. И в целом очень понимает. Да, дело даже не в интернешнл, а в том, что действительно игрок очень хорошо понимает игру, героя, если не идеально, и отдавать вообще так. Такому игроку нельзя. Ну, и мы видим, у нас в ферст-пиком Альянс Бестмастера, это одна из сигнатур Адмирал Бульдога. Да почему? Это аж один из... Потому что я сейчас увижу Тайда, вот, только хотел сказать, и он уже сразу появился. Я уже вижу слабость в 5х5. Всегда будет сводиться, собственно, игра в 5х5, как мне кажется. Тут не возьму какой-то сплит-пуш Альянс, и в целом, мне кажется, не получится, как я уже говорил, потому что он не актуально. Почему не актуально? Против Тайдхантера-то как раз-таки сплит-пуш очень даже актуально. Ну, вот сейчас Escape Gaming просто наберут хороший пуш-потенциал и пойдут в пятером, то есть поэтому сплит-пуш будет не актуален. Ну, ты можешь также в пятером с Бестмастером пушить другую линию и пушить ее быстрее, чем Тайдхантер. Ну, вообще, все игры, которые я играл и смотрел, всегда побеждал против Бестмастера. Не, я понимаю твою идею, то, что даешь рор, контр-инициация, реведж, ты останавливаешься на инициации. Всегда, всегда сводится к 5х5 абсолютно в этой мете игра. И всегда кто с Тайдом, у кого сильнее 5х5 контроль и в целом драка, тот и выигрывает зачастую. Но мы еще не видим героев Альянса, может, у них будет сильнее 5 на 5. Ну да, пока нам все-таки рано судить, но в любом случае Тайдхантер, да, уже хороший задел для Escape Gaming. Не думаю, что может быть сильнее 5х5, тут когда уже взят Бест на король, собственно, чтобы как-то поменять расположение у Альянса в драке, надо взять какую-то Энигму. Но уже Энигму плохо взять, потому что тут есть Рубий. Сплит-пуш начинается прямо здесь и сейчас, получается? Да, уже начинается, действительно. Ну и, кстати, Аки достаточно много играл на котле и играл на нем очень-очень хорошо. Это была эра как раз-таки котла и фантом лансера. Ну, сейчас, по идее, будет банка Элла, у нас в теории либо Эмбер Спирит должен быть забанен. Вообще, я не верю в Слитуш, как я и говорил, я не сторонник его сейчас. Виндрейт 100% за один матч? Ну, это один матч, это юзлесс. Ну, вот, за два последних месяца виндрейт больше, чем 50% уже говорит о том, что герой как бы неплохой. Ну, средненький герой, в принципе. Котик и бабушка их называли, Пэлла и Котла в свое время. И я поигрывал игр мало так, но игр 400 сыграло с этой комбинацией. Вот, грамотный банн Наги я увидел. Не, ну, котел на самом деле хороший пик, потому что вот даже, опять же, ты сказал, если Escape Gaming сейчас доберут хороший пуш героев, они смогут пойти, забирать товара. А котел как раз-таки и помогает сплитпушить, то есть может рекол делать, ну, не в любую точку карты, то есть прибегать куда-то на линию, делать рекол своего героя. Ну, опять же, мы айтемы нужны. Да он сам по себе их формит, он постоянно волну заряжает и убивает крипов все равно. Очень, как по мне, вероятно появление Найсталкера со стороны Escape Gaming на четвертую позицию против Бисмастера в первую очередь, а также против Котла, который может собрать Аганим и, собственно, аннигилирует ночь этот Аганим Хилл от него. Ну и по игре против Альянса, это идеальный герой, мы уже видели, некоторые команды использовали его против Альянса именно в первой стадии, такие как и в 5, если я не ошибаюсь. Вот, да, как раз в 5 брали Алхимика и Найсталкера в первой, когда видели беста. В целом будет мешать им сплитпушить и играть в свою доту, как они привыкли. Ну и мы видим, Escape Gaming забанили Брудмазер, хотя там есть уже бестмастер вроде как для Бульдога. Ой-ой-ой, что-то... Да, что-то Найсталкер подводит нас на этих квалификациях. Как минимум ситуативный он в плане того, что очень хорош против Литвуша. Ну это получается одну игру всего из 7, то есть та игра, по сути, которая была сыграна... Ну как раз и 5 против Альянса и выиграли. Ну это не от меня того факта, что против Альянса это работает и довольно неплохо, то есть у них были огромные проблемы тогда. Не, я с тобой полностью согласен, Найсталкер как нельзя лучше заходит сейчас для... Мы видим во второй стадии Terrorblade, забанили у нас Альянсы. Ну да, собственно, не хотели видеть во второй и на Ластпик, в первой они бы еще были готовы, а сейчас решили просто его убрать. Ну и такой герой как Лондруид тоже заслуживает внимания, который очень сигнатурный для Escape Gaming, и сейчас мы его просто не увидим. Посмотрим, какую замену найдут Escape Gaming для него. Да, но таких героев, кстати, очень и очень мало. Вот как раз убрали Альянс у нас двух героев, которые могут жестко пушить, и здесь для Escape не так много вариантов осталось. Вероятно, появление Dragon Knight'а, которого трудно пробить вот этими бестом-никрами, и в целом он неплохо пушит и выполняет роль инициатора дизеблера и ДПС. Ну и пока у нас пекается Escape Gaming в Винтер Виверну, и этот герой, который может и драться, и хорошо дефать. Это хороший герой, я так скажу, против беста. Я тоже задумался, реально дают, если рор, ну сразу же бест, естественно, отправляет всю свою гапшу на одного героя, и тот герой получает Golden Brace, да, и просто бестмастер, считай, не наносит его. Хоть маны и лишается, но жив остается. Да, дополнительная контр-инициация. Ну и плюс против пуша, мы знаем, Винтер Верна в соло может довольно-таки много проблем какому-то там сплитпушеру составлять. Ну да, такой вот аналог Готлака. И Леон для Альянс, ЕГМчик. Ну нужен был дизеблер на саппорта, нужен был нюкер, который может пробить Golden Brace в Виверне, поэтому довольно ожидаемый пик на самом деле. Да, ну, да, ничего плохого тут про Леона не могу сказать. Тем более Леона Альянс. Замечательно подходит. К сожалению, Элдер Титана нет. Осталось пять. Еще не вечер. Не, ну Альянс он уже точно не подходит, да, собственно, как и Escape Game. Да, два саппорта уже, да, и оффлейнера. Если только Тайтхантер на мидл пойдет, а Элдер Титана оффлейн. Против бестмастера мид, против бестмастера и война за Элдер Титана. Где-то что-то так. Это похоже на сказку, да, похоже на сказку. Ну и смотрим, чем она у нас ответит сейчас команда Escape Gaming. Тем не менее, радует, что уже отъехали от стандартов. Не берут сладаров каких-то, не берут вот то, что привыкли к Аэроблейду в первую стадию. Ну, вот стандарт. Ну, как сказать, ну, в принципе, это неплохой стандарт и для пуша, в первую очередь. Так нет плохих стандартов, в принципе, все стандарты. Ну, нет, ну, например, сладар этот сейчас, может, и не выигрывает так, как раньше. То есть научились люди брать и героев против него, и в целом играть. Вот и Эмбер Спирит. То-то я говорил, сплит пуш, будет либо Пейл, либо Эмбер Спирит. Хотя на Эмбер Спирите С4 будет, да, получается, он сыграет? Я что-то не помню, честно говоря, лоду на Эмбер Спирите. Я вот тоже, я сказал Эмбер Спирита, но почему-то не помню, кто у них играет. Это не лучший герой, на самом деле, против Джиггернаута, потому что всегда фисты отхиливаются просто палкой, и можно спокойно пушить. Да, тут Джиггернаута. Ну, кабан есть какой-то. Конечно. Который можно сбить. Но, опять же, да, это тяжело, этого надо обводить, как вот делал Эра, да, на Терроблейде, он обводил иллюзию. Мы видим 45% винрейта у Эмбер Спирита у нас за эти квалификации, поэтому... Да, он тоже не впечатляет. Раньше было лучше. Герой ситуативный. Герой ситуативный, да. В принципе, все ситуативные герои, но... Против него, нет, но есть такие герои, которые, знаешь, универсальны. Вот какой-нибудь Elder Titan, да, несмотря на то, что его в этой игре не взяли, все равно он и отпушивает, у него есть и контроль, у него есть и дэмэдж, и, получается, и сейв, ну, то есть его стан, и ультимейт, который... Может ли это быть... Точнее, пассив, который много очень снимает. Может ли это быть Магнус? Ну, опять же, я говорил про Драгон Найта. Опять же, это усилит пуш, добавит в целом роли в инициации дополнительную, то есть можно как-то ловить и сплитпушеров, и в целом начинать... Да, да, ДК замечательно подходит здесь для Escape Gaming, он очень толстый, он может как раз-таки танковать под Хилвардом, даже не подставлять Джиггернаута при этом. Под Cold Embrace я вообще не вижу, как убивать будут... Ну, возможно, они к этому идут, а Вайпер, Escape Gaming? Вайпер, ну, такой аналог Драгон Найта, наверное. От Эмбер Спирита будет стоять в миде. Ну, мне не особо нравится. Ну, он может загнобить, но ДК все-таки получше, поскольку он быстрее бьет Тавра и плотнее. Он плотнее все-таки, чем Вайпер и Бритфайр, которые ему апнули, тоже немаловажно. Ну, и смотрим, чем он нам ответит Last Pick'em Alliance. Мы хотим узнать все-таки, это Эмбер Спирит для S4, но я так все-таки предлагаю Эмбер Спирит для S4, либо... Кто у нас будет пятый герой? Кто планируется? Пока непонятно, из-за того, что мы не знаем, куда идет Эмбер Спирит. Ну, лишняя инициация. Не Эмбер Спирит, я думаю, все-таки кэрри будет. Это будет Лода. Да. Эмбер Спирит надо усилить тимфайт, это точно. Либо удариться полностью в сплитпуш и взять какого-то такого... Нет, сплитпуш уже плохо, потому что, ну, блин, Эмбер Спирит точно не герой для сплитпуша, честно говоря. Магнуса давай, я не знаю. Видимо, уже что... Магнус! Магнус! Я говорю, тут только две опции. Либо брать, усилить 5x5 и как-то пытаться 5x5, но тут уже есть и Тайхантер и Виверна, против которых это очень трудно делать. Либо как-то уже пойти путем сплитпуша и пытаться уже как-то разделять постоянно героев. Сларк все-таки для лоды у нас, это Эмбер Спирит. Ну, как вам Сларк Ластпиком и что вообще будет происходить у нас на карте с таким образом? Будут мап контроли, то есть возьмет Бист пару птиц, возьмет Аганим Коттл, Сларк возьмет Лотар, также Эмбра мобильный или он с даггером и будут пытаться ловить постоянно по одному. Я все-таки считал бы, что Альянсом Магнус бы зашел, как мне кажется, с Эмбер Спиритом и одна комба и ку-ку. Ну, Escape взяли более универсальные герои, то есть ДП для пуша. Могли бы также взять ДК, но все-таки решили, что ДП будет для них получше по универсальной. Магнус, честно говоря, не очень против Escape, поскольку они будут явно пушить, будет стоять один герой спереди и остальные все будут сзади по разным сторонам. Ну, ладно, то, что пикнуто, то пикнуто уже, ребят, вы видели составы, вы видели героев и как все-таки считаете? Блава, как ты считаешь, кто должен выигрывать эту игру? Ты видел пики, ты знаешь результаты, они сыграли один на один. Я считаю, что более сбалансированно выглядит пик Escape Gaming все-таки, ну да, есть два кэри у Альянса, но… И скрин, как ты считаешь? Ну, за Escape, собственно. Ну, а я поставлю, как обычно, против фас, поставлю на Альянс, не знаю на чем, просто на вере ставлю на Альянс. Ну и передаем слово нашим комментаторам, Баффик Версута, комментируйте. Спасибо вам, Мальтоода, за добро, которое вы дали нам, что мы комментировали с ареном. Ну и что ж, друзья, решающая игра в матче Escape Gaming против Альянс, это Best of 3. И все решится сейчас, кто же двинется дальше, а кто упадет в лузера. Потому что все-таки GSL-система, тут шанс еще у ребят, которые проиграют, будут. Но все-таки хотелось бы по Венерам, наверное, пройти и сразу попасть прямо и до International уже не мешало бы. И все сводится опять к B1, да? Да, да, да. Одну карту сыграли, вторую карту сыграли и ничего не решилось. То есть приходится играть третью решающую, и по факту получается, что как бы ты ни старался, все сводится к одной решающей карте. У меня проблема в этой игре. Кто победит? Ведь нет Dazzle. Так бы я сказал, что все, команда с Dazzle побеждает. Под сейвы, под сейвы. Смотри. Мы сделали небольшой вывод в том, что давай представим коррективы, а потом уже поговорим об этом. У Alliance, значит, S4 будет на Нембер Спирити Аки Коттл, Лода сыграет на Сларке ЕГМ Лион и Адмирал Бульдог Бестмастер. Ну и Escape Cinderent сыграет на Винтер Виверни, Койкова на Death Prophet, Ябзор сыграет на Рубике, на котором, кстати, неплохо отыграл прошлую игру Эра Джигернаут. И Кежу сыграет у нас на Тайтхантере. Так вот, что касается наличия разнообразного дизейбла, под сейвы и прочего. У Alliance... Они будут тут драться? Вроде нет. У Alliance, значит, есть Лион, хорошее количество дизейблов. Бестмастер может дизейблить. Под сейвов, по сути, особых нет. Ну там, может быть, Коттл какую-то Мекку сможет нафармить. Может быть, в перспективе у него появится Аганим, и он будет подхиливать при помощи своего Иллюминейта. И, в принципе, ну вот этот вот его Бласт, который дебафает на Миссы, может тоже как-то спасать. Но какого-то конкретного под сейва здесь нет. Будем говорить как есть. У команды Escape дизейблы. Тайтхантер, Реведж, Рубик что-то сворует, плюс у него свой телекинез. Нельзя сказать, что супер много, но еще все это дело как-то смазывает Винтера Виверна своим Винтерскерсом. Там плюс какие-то есть Сайланс и Шмайланс и замедления. И Колден Брейс тоже немного важная штука. В совокупности у Escape смотрятся посимпатичнее. Но нельзя сказать, что много. А вот под сейв есть хилл от Джиггернаута в Art State. Очень важный сейв от Винтера Виверны. Да, вот этот Колден Брейс. И, в принципе, на этом вроде как все. Ну, максимум еще какая-то мека может быть собрана Тайтхантером. Что-то Тайтхантер у нас напроседал очень жестко. Это он, по-моему, где-то от крипов уже умер. Ну, он, да, он по факту просто на базе элепортировался. Интересно, что так рано? Чего ему так прям захотелось? Ну, вот как-то ему, видать, захотелось. Может быть, пришел в харду, получил. Ладно, неважно. В любом случае, он поднял себе там пол левела, поднял какую-то денежку. Видимо, просел, наверное, если ты не хотел на базу бежать. За смерть 30 голды теряешь. Это даже не хласка. Поэтому можно себе подобное позволить. Пошел дальше фармить ляс. Даже не телепорт. Блин, телепорты сейчас 50 голды стоят. Вообще смех какой-то. Вообще ничего не теряешь за такую смерть. Так и есть. Бестмастер пока стоит в топе. Принимает на себя внимание саппорт в команде Escape. И по итогу линию еще и умудрился в свою сторону спушить. Соответственно, Бестмастер большой молодец. А Аки побежал вардить. Аки думает, что вражеский тайтхантер фармит на вот этом спауне. Убедился, что там нет никакого тайтхантера. Подожди, как он побежал банить? У него нет варда даже. Он походу просто хотел помешать. Он хотел похалявить, наверное, скорее. Да, похалявить, помешать. Вот я, кстати, хосту нашел. Кто-кто? Ябзар, может быть, центр слегка и может напрячь. Но не критично. Все-таки Эмбер Спирит, мне кажется, может избежать смерти в любой ситуации против такого сетапа от Escape. Ну вот я бы не был настолько уверен. Потому что там такие сифончики очень жесткие. А, он сразу же Флэмгвард изучил на 2 единицы, чинсы и ушел. Вот мне интересно, почему S4 не изучал свои способности до последнего? Неужели он думал... Что не надо быть Флэмгвардом изучать? Да, ну вообще какая может быть ситуация, при которой тебе не потребуется Флэмгвард? По-моему, такой ситуации тупо нет. При любых раскладах тебе нужен Флэмгвард, но... Ну да, особенно видя героя в Escape. Да, мне просто реально очень хотелось бы услышать от S4 ответ на этот вопрос. Почему ты не сразу изучил свои способности? Иногда, конечно, фисты нужны вместо чинсов. Но тогда ты Флэмгвард возьми в 2, а один атрибут оставь на то, чтобы либо чинсы изучить, либо фисты. Я думаю, наверное, как-то так. Ну да ладно. В любом случае, S4 знает свое дело. Главное в итоге, что он их вкачал, быстренько прожал и все. Нам просто самим интересно. Потому что, может быть, сами будем так делать. Конечно. С нашими кривыми руками пока прокачаешь эти способности. Я фабрика так делаю, я умираю обычно. А я плюсики обычно качаю. У меня частенько бывает другая история, когда ты нажимаешь плюсик и хочешь что-то прокачать, потом забываешь об этом и начинаешь кастовать обилки, они не кастуются. Ты понимаешь, что ты что-то не так делаешь. Да, да, да. Такая фигня случается иногда. Такая фигня случается со многими. Сейчас, я думаю, многие... Поэтому я сразу прокачиваю, короче. Да, поэтому у нас это немного недоумеваем. Телекинез на Аке. Могут его попытаться подбрить, что-то как-то, правда, его откинуть не очень хорошо удалось. Но, правда, Джиггернаут раскручивается. И с этим мечом такое ощущение, что у него АОЕ действия Блэдфьюри гораздо больше из-за вот этого анимации. Ну, в смысле, да, само это расстояние, он так крутится. Но, в любом случае, закрутило, убило беднягу котла. Кстати, оно, кстати, может быть как раз таки более правильное. Потому что мы знаем, что когда он простой в формочке, там чуть больше даже, чем меч бьет в рейнже. Есть такое. Вот в чем дело. Это еще, кстати, с истории Сверкрафта осталась эта вся проблема. Мы когда-то еще и с Каспаром создали эту историю тоже. Что многие скиллы, они все равно остаются по анимации не так, как они на самом деле есть. Хотя сделать это все реально подогнать же можно в клиенте. По факту. Тут уже, так сказать, можно. Скорее, любовь, возможно, к стырью. Я не знаю, как можно. Ну, как вариант, может быть, просто не считают разработчики то, что обязательно видеть именно весь... Ну, анимационно, да. Ну, допустим, когда ЦМка кастует свой Новый Год, там же тоже непонятно, с какого представителя цепляет. Ну да, да, да. Надо сказать, да, что вровень идут у нас в центре Death Profit и... Да вообще все вровень идут. Да, 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 все. И вот керри тут 3-4 на 3-4 подбивали каждый из них. И в миде у нас практически там нет никакого отставания. Типичная 3-я решающая карта. Да, да, да. Пассивная, такая осторожная, на Верочку играем, не хотим нападать. Но тут, мне кажется, без экшена не особо получится играть. Все-таки придется все-таки Alliance, мне кажется, атаковать. Где-то с получением 6-х левелов особенно. Все-таки у них есть чем убивать. Это и Рор, это и Фингер у Леона Дорис Ларк. Он любит сноуболису, любит где-нибудь поймать, кому-нибудь убить. Как тебе вот такая комбинация в виде дабл фистов? Потому что, если ты Эмбер Спирит укотал, если вешает свой Чакра Мэджик, понижает на последнем уровне аж на 6 секунд кулдаун способности. А фисты на последнем левеле имеют 6 секунд как раз-таки кулдауна. Соответственно, в дабл фисты ты расфистанул и сразу же можешь второй раз фистануть. Да, я тебе скажу, на стадии лейтгейма, если до этого все дойдет, то это может быть, мне кажется, очень серьезной штукой. Убийственной темой. А представь, что он кританет, например, дважды в этой ситуации. Он может развалить. Слушай, это реально важный момент. Куда еще можно юзнуть? Ну, того же Сларка, в принципе, можно всегда поражать. Дабл Дарк Пакт или Паунс там почти двойной будет. Леончику, в принципе, на подкоп. Ну, такое, да, Леоны все равно не очень смотрятся. Что еще? Ну, наверное, все. Больше ничего там сверхъестественного не получится. Да, да, да. Ну, в любом случае, как ни крути, эта способность еще и ману заполняет и дает дополнительную регенерацию, поэтому это довольно сильно. Ну, и все. Вот мы с тобой наблюдаем игру, которую мы вчера смотрели с тобой уйму просто игр таких. Все супер пассивно, все стоят тайтово, никто никуда не лезет на рожон, саппорты даже особо не выдвигаются там, кто-то подходит, что-то перемещается, но никакого экшена не происходит. Даже когда саппорты подходят, например, к центру, они просто появляются там, никакой атаки, ничего. Они просто делают вид, что они там есть и уходят дальше. Подстакивать лес, заниматься там какими-то отводиками всевозможными. То есть все очень пассивно и спокойно. Это напоминает вчерашние игры. В такой игре очень сильно будет решать, ну, в затяжной карте очень сильно будет решать то, насколько много суппорта на фармят. Как мы уже не один раз видели, там всякие винтер-виверны могут тащить игры чуть ли не в соло, да, потому что убивать там разора. Вчера 6-ти слотовый разор умирал от одного винтер-скерса. Блин, ну это же вообще супер круто. Вот, а для этого нужны какие-то артефакты, чтобы ты там не дохл за секунду и мог себе позицию хорошую выбирать. А у ребят из Альянс сейчас есть Котл, который, купив Аганим, становится чудовищной машиной. Леон, который с блинком становится замечательным инициатором. У Escape Gaming есть Виктор Виверна, про которую говорить особо не надо, все мы знаем. И есть Рубик от Ябзора, который тоже особо вопросов не вызывает. Ну и заход, заход на мидл. Ганг в центре, возможно будет погибать. Койква есть Рор от Бульдога, подкоп от ЕГМа, Фингер, ничего не жалеют. Пытался Колдобрейсом посейвить Синдерен, но вряд ли это получится. Вот он уже на Бульдог стрянет и задувает, задувает, но при этом, конечно же, не спасти бестмастера. Один в один размен, учитывая сколько скиллов потратили. Джекернаут пошел, может быть сейчас Сомни Слэша прыгнет, но тут опасно немного. Ну, маны нет у ЕГМа, вообще да, не стоит, наверное, и он это тоже понимает, отходит. Такой размен, мне кажется, не особо-то и на руку у Альянс, хотя еще Синдерен может стрять. Что-то как-то прям дерзко-дерзко отыгрывает. Смотри, они разменяли оффлейнера своего на мидера и при этом потратили фингер, потратили рор. Но если роркулдаун имеет там очень низкий по факту, там уже через 40 секунд можно еще кастовать, то фингер это 2 минуты еще не будет. Ну, билет и с профитку. Да, килл дорогой и при этом он еще и с разменом был. Не знаю, на руку ли это Альянс все-таки или нет. Ну, в целом, много телепортов было потрачено, там правда смог был прожат. Может вровень, в общем вровень. Ни рыба, ни мясо, да. Вроде бы неплохо, но и сами потратили ресурсов прилично. Ну и решение от лоды купить мидасик на сларке в этой игре. Вполне-вполне оправданная. Эта игра будет точно не быстрой. С Эмбер Спиритом можно очень долго дефать. Хотя вообще, когда ты берешь сларка плюс Эмбер Спирита, ты явно не надеешься на то, что ты скушаешь своего оппонента. Ну да. Ну и плюс с таким пиком можно спокойно играть в лейт, мне кажется. Да, безусловно, но вопрос в том, дадут ли эскейп гейминг. Потому что по логике эскейпы должны постараться как раз таки в early game задавить своего оппонента. Причем есть чем тоже давить. Есть и экзорцизм этот неприятный, есть и... Мы уже видели это, да? Хилингвард, Деспрофит, Джиггернаут. Такой похожий пик мы сегодня уже видели. В очередной раз повторяется вот эта под пуш стратегия какая-то такая прям, когда пять человек собирается. Все это еще под хэдхантером, который прекрасен в пуше, прекрасен против инициации. У нас в миде прожимается экзорцизм. Оттесняет EGM. На топе, конечно, тоже будет по идее пуш и эру с двух сторон. Надо просто крутиться и ТП. А, Праймал Рор. Тут есть Праймал Рор, поэтому ТП тебя точно не спасет. Вот два телепорта только спасут. С4 решил подраться под Хексом. Алло, на топ! Но С4 не нашел поддержки в лице своих тиммейтов. В это время по миду Тауэр все-таки поломали. Ну и по сути эскейпы... Вообще реакция неплохая была у эскейпа в этой ситуации. Идеально вообще сыграли. И Керес его засейвили, и Тауэр поломали. Двух Зайцев одним выстрелом. Молодцы. И Праймал Рор. А что там у нас? Курьер. А там у нас Курьерчик. Войта загангали. Бедняга воет. Но там ничего не было в Курьере? Нулевая его ценность. Обидно, да, когда там нулевая ценность? Ну, блин. Все равно я... То, что Курьер, конечно. Это же по сути деньги за Тауэр практически падают. Приятненько. С4. Что-то какой-то супер дерзкий. Ну, вообще да. Разводил на ульту какую-то. Посмотри, уже даггер есть у Леона. Серьезно? Да. Вот этот поворот. Это как вообще? Вот ахек. Как он это сделал? Я не знаю. Я видел, конечно... Ну, артефакты... Слушай, я вспоминаю даггер на Леоне от Чуана на девятой постоянно. Да, на надворце уже можно переключиться. У нас 6200 у Сларка. Но это тоже, это очень жестко. 11-ая минута даггер на Леоне. Это жесть. Как она есть. Просто, да. Я бы не сказал, что там у Котла мало артефактов. Потому что у Котла уже Point Booster тоже имеется. А Котел, ты видел? Он там настакивал. Вообще весь лес настакал. Он красавчик. Он тоже очень много работы проделал на старте. 72% побед при 106 играх. Самый опытный у Кота Лаки. Кота Лгай. Кота Лгай. Кота Лгай. Там мне часто пикают мои капитаны эту ДПшку. Я отправляюсь фидить в мид. Так, тут убили Тайтхантера. И лода, лода, лода. Драпать, драпать, драпать отсюда. Чиницами связали. Ну и Таркпакт Паунс. Вроде... Он как-то махал, махал Рубик руками. Пытался догнать. Паунс, кстати, украл Рубик. Может, Таста можно догнать? Нет. Пока смотри. Параллельно EGM и Бульдог в Смаке находятся. Они готовы гангать между Т1 и Т2. Подпушивает пока в центре их тиммейт. Это Эмбер Спирит. На него выходит Эра. И сейчас ребята, мне кажется, потихонечку будут выдвигаться. Альянс. Так, есть Хиякс. Эра цепанули. Ну, если не будет стана и продолжения, то есть Праймл Урор. Даже Гернат успел покрутиться. Поэтому ситуация уже совсем разрядилась. Откидывает станом перед смертью. Эра хочет дать ему слэш. Но понимает, что там слишком много крипов. В итоге ему слэш уйдет никуда. Где птички летают. Да, если бы не был Юрий, его бы убили 100%. Если бы Леон успел бы дать после Хигса сразу стан Фингер, то тоже бы убили. Но как-то вот он решил под таймингом сказать. Даже по факту, если бы Рор прошел до того, как вышел и Блейфьюри начал кастовать Джиггернаут, все равно бы убили, потому что Фингер бы пошел. Но вот подняли. Хороший Делькиназов сыграл Рубик. Хорошая реакция получилась в этой ситуации. Но выпад был интересен. И я думаю, что даже Даггеры этого особо не ожидали сейчас эскейпы. Но уже они знают. Уже им будет поспокойнее. Они понимают, что к чему. Потому что этот выпад был прям неожиданный. Что-то на топе постоял, постоял. Улетел. Хотя нет, не улетел. Он отменил телепорт. А у него там два работяги подходят. Закручивает иллюминейт. Врывается. Или он дает стан. Правда самое интересное, что он реально дает стан. А потом только Хекс. Лол. Вообще да. Вот это очень рискованно. А могло бы быть тоже такая ситуация. Сейчас бы Джаггер скучился на реакции и все. Мы как бы видели, как Клода сегодня на Джиггернауте на реакции успевал крутиться. На анимации Крэша от Слардера. А тут в принципе анимация примерно такая же. Поэтому почему EGM не с Хекса начал, это удивительно. Ну ладно. Есть такое дело. Ну что, Тавр с Ниду сломали ребята из Escape. На топе сплитит это Alliance. Им тут ситуация поприятнее, потому что они еще и килл сделали. Но пойдут дальше Escape. Вроде как. Экзостен правда уже потихонечку подходит к концу. И не особо в Т2 пока идут Escape. Они понимают, что Т2 они вряд ли тут соберут. Ну вот альянцы за счет этого быстрого блинка могут себе позволить делать какие-то точечные выстрелы по команде Escape. Но Escape когда собираются вместе, тут уже конечно они смотрятся посерьезней. Гораздо солиднее. Миказм уже почти у Тайтхантера. Деспрофитка с этими дискордами, еще полторы тысячи голды, она тоже очень мощная. Но вот если бульдог умудрится как-то еще и ТВРа ломать на халяву. Не знаю, Escape пока не могут найти какого-то ключа к этой игре. Не знаю каким образом получилось дать Леону нахалявить вот этот блинк. Может быть из-за излишней пассивности Escape в early game. Есть подозрение, что Escape можно как-то организовать такой крупный тимфайт. Как ты смотришь на то, чтобы с кейпом пойти вообще триплой свои в харду? На самом деле вполне хорошая триплой, могли бы пойти... Конечно, изначально, да? Да, изначально сделать это. Только сейчас поймал себя на этой мысли. На самом деле можно было бы попытаться. С такой стороны там котл, блин, вот этот неприятный. Да, оно понятно, но с другой стороны как раз таки там этот котл, который пришел на топ, сделал кучу грязи. И Леон, который себе на 11-й минуте блинк купил. А так бы не было. Кстати, вообще не понятно, как Леон там так быстро все это выформил. Потому что 10 минут пассивной доты, в которой ничего не происходит. Сейчас даже счет 3-3. Она и продолжается. Да, дота пассивная продолжается. Пиков получается делать, правда. И вот сейчас на эру вновь выпад хороший. Добьют, я думаю, эру. Хотя он как-то все не очень хорошо. Кастовывают даже лайнс. Ты видел сейчас ситуацию? Контроли можно было получше раздать. Практически не ждали. Не по таймингу все было сделано. Да, Леон не сразу начал. Стан Леона был по факту дал сразу же после рора. Он даже не ждал, пока там немножечко времени пройдет. Пару тычек даже не дать. Да, простили сейчас джаггернаут. Опять же, к слову, о итамбилде джаггера. Игра очень пассивная. Но джаггер играет через фейзы Яшу и Аквилу. А если бы он играл через вот этот персик, да, условно, который нужен для БФ, он бы сейчас умер. Конечно. Он бы просто верно отправился моментально. А что, у него статов не было? Ничего не было. Ему в спид и статов бы не было. Аквилу ему нормально так статов дает. Плюс Яша. Но тут мы все-таки констатируем, что здесь алайнс, конечно, тоже слегка ошиблись. Потому что это было видно. Согласен, да. Если бы все четко раскистовали, убили бы точно. Ну и фингера не было, тоже неприятно. Кстати, смотри, что Деспрофит пает. А-та-та. Койкобар пает себе. Ну, Вармор хочет выйти. Интересно то, что там, ну, там нет героев, которые так уж прям жестко физикой тебя толпасят. Может быть, это какой-то там выход в теории против Эмбера. Фильм такой интересный. Вообще, я видел уже пару раз. Мне он нравится. Койква – это тот игрок, который всегда носит... Что-то интересное покупает, да. Да, он креативный персонаж. Но сейчас как-то мне не нравится его там медалька. Давай посмотрим, будет ли работать. И как будет работать. В общем, будет использовать в первую очередь, да. Там тиммейтов, возможно. Может быть, даже, ну, не знаю. Или же будет на кого-то накидывать. Посмотрим. Вообще, интересно. Но сейчас на данной ситуации, возможно, чуточку помогла Рошана забрать. Хотя бы они и так его забрали. Понятное дело. Ну, минус Рошан. А Еггес, я так понимаю, у Койкова, да? Все-таки. Нет, Койкова не взял. А Еггес... Джаггернаута. Джаггернаута, Еггес. Такие дела. Ну, Джаггеру ББФ, мне кажется, не помешал следующим артефактам. Потому что тут явно игра будет долгой. Слушай, он продал ее, по-моему, да, медальку? Она в курьере у него, вроде бы, ваша. Посмотрим. Ну, я так понимаю, хочет сразу Локрест принести. Посмотрю, у него денег, типа, 1400. Может, он уже продать ее, типа, успел. Может, он ее и не передумал покупать. Ну, да. Ждется Локрест себе. Ну, и Смок от Эскейп. Тут только Виверна и Рубик прожимали его. На Death Profit никакой атаки пока не планируется. Хотя, вот Бульдог есть. Вот Бульдога можно поймать, и обзор уже понимает. Если получится убить, то там уже какой-то блинк нарисуется у Явзора. Только вот поймать не удалось. Да. Ой-ой-ой, есть Windows Girls. Да, нет, продолжения никакого не имеется. Тупо нет продолжения. Было бы продолжение, если бы Рубик пошел, но как-то они тогда, знаешь... Там Кабанчик замедлял. Рубик пока с Кабанчиком расправился, уже не успел. И Огним. Огним у Котлана. Ой-ой-ой, а там инициация на топе. Поймали Явзора. Явзора очень больно. А у него деньги почти есть на блинк, но он сейчас погибнет. Еще очень много статов наворовал на Сларк. Фингером прикончили еще и Death Profit. Обалдеть, какие два важных фрага сейчас делают Alliance. И вот за счет этого всего, несмотря на то, что у них вроде как очень сильный лейт, и они должны терпеть, они наоборот пиковают. Суппорты. В Early Game вот эти два суппорта получили свободную игру, в которой они нафармили себе артефакты. Леон с блинком, другой с Огнимом. Ой-ой-ой, ищи в Кежу, врывается Лода. Ну, Cold Embrace пытается подсейвить его как-то в интервью, верно. 21 стак уже ловкости. Боже мой. 63 ловкости общей сложности имеет сейчас Ларк. Это неимоверно огромная цифра. Мы вчера наблюдали за Envy, бома… Да, или Артизий играл на Славе. Envy, Envy, бома. Да, Envy. В общем, неважно. Мы видели то, как было 13 стаков на 60 минуте. Да, там, на 60 минуте. В то время, как сейчас уже 19 стаков. 57 ловкости, это же эпик. Это был, по-моему, Envy, да. Это был, если не ошибаюсь, Envy. Что можно еще, мне кажется, отметить в этой игре? То, что Escape с таким пиком было бы логично, наверное, пойти все вместе пятером. Пока их удается пиковать, и благодаря тому, что они играют раздельно, они не собираются вместе. Они играют как-то, не знаю… Не по своей стратегии. То есть, у каждого пика есть определенная стратегическая составляющая. Каждый раз, когда коллектив отступает от этой стратегической составляющей, в большинстве случаев это приводит к каким-то проблемам, которые сейчас есть и Escape. И вот только сейчас они собираются. Да, потому что Aegis у них был. Так можно было же и раньше это делать. Ну а теперь Аганим у Котла, там иллюминаторы сейчас будут заходить так, что ого-го. Пойди пропушь. Ну, Вард чуть помогает пока, но мы видим, да? Помогает. В скобочках нет. Параллельно спритит, кстати, Эмбер у нас со Сларком. Ребята заберут Т2 на нижней линии. Хочет, хочет Ябзор своровать. Кстати, если Ябзор сворует… Иллюминат. Иллюминат. Иллюминат, то он у него по идее тоже должен быть таким же. То есть, ну типа якобы под ультой. То есть и хилить ты имеешь в виду? Не, ну хилить я не уверен, а он именно будет как ультимативный. То есть ему не нужно стоять на месте и кастовать. Он поставил, отошел. По идее. По идее, да. Потому что, просто я не знаю как действовать с аганимом, но я знаю то, что когда Коттл прожимает ульту и юзает Иллюминат, то у тебя точно так же работает. Тебе не обязательно стоять. Я думаю, что мы это сейчас проверим. Я думаю, что он сворует его. Причем всегда. Даже если у Коттла кончится ульта. Будет даггер, я думаю, он его сворует и разберемся. Вообще, обычно же так работает все, правильно? Если воруешь, то нормально. Должно так работать. Мне кажется, это неправильно, потому что это должно работать, когда у тебя есть аганим. Допустим, если ты воруешь Sonic Wave, а у Queen of Pain есть аганим, то у тебя Sonic Wave будет все равно обычный. А если у тебя есть аганим, то уже да. И неважно, есть ли аганим цель, у которой ты воруешь. Вообще да. Получается не очень логично в том плане, что по отношению к другим героям, наверное. Потому что с Котлом просто такая особенность получается. Да, и с Котлом такая особенность, что если ты воруешь этот иллюминейт, когда он находится под ультой, то у тебя он всегда будет именно таким, какой под ультой. А это две разные. То ли тебе надо на месте стоять и полчаса кастовать, то ли ты поставил и ушел. Получается, учитывая, что если ты всегда под ультой с аганимом, то ты будешь, по идее, воровать так же само. То есть, ну, это действительно неприятно. Но нужно еще своровать, потому что пока Котл не подставлялся. Но он понимает цену этой способности и не отдает ее просто так. Ты еще 600 монет уже после этих некрачей в Бестмастера, там у Бульдога уже и дайгер не за горами. И аега закончилась. И можно нападать по таймингу как раз. Прыжок, стан, конечно же, зачем с Хекса начинать. Джиггернаут мог бы раскрутиться, по идее, и сейчас спастись. Но он решил нажать манту. Ну, вот разница между Эрой и Лодой сейчас заметна. Эра явно менее, так сказать. В общем, он по всем параметрам уступает на Джиггернауте и Лоде. Вообще по всем параметрам. И по реакции, и по этом билду. Что это? Манта-стайл. Зачем тебе первым артефактом манта-стайл? Там же даже снимать этой манты нечего, кроме Монолика, но у тебя есть Блэдфьюри на это. Хекс ты не снимешь, стан ты ничего не снимешь при помощи манты. То есть это полный бред. Или даже стан Леона не затоджил мантой. Ну, кстати, своровал Рубик себе. И реакции не хватает покрутиться. У Рубика есть даггер, он сворвал себе Флэйм Гвард пока. Вообще да, если Луминает лучше своровать Рубику, с даггером это будет сделать попроще все-таки. Скорее всего. Пока просто Вижена ночью очень мало, а вот днем нормально будет. Днем можно. И как-то Escape опять зажались, опять боятся, опять не знают, что делать. Ну давайте, ну ребята, ну мы вас не такими видели. Вот чего-то вот не хватает этим товарищам. Я бы не сказал, что смелости, потому что по сути это не трусливые здесь игроки. Есть подождение, что тоже будет такой, знаешь, парень, прям мужчинка, капитан, который скажет, так, господа, у нас есть стратегия, мы должны идти пятером, чтобы нас так как вот... Это уже решающая игра. Не собирали, не собирали по карте, вот так как сейчас собирают Alliance по КД, просто убивают кэри, убивают кор-героев. Соберемся все вместе и пойдем в драку. Даже элементарно байките, майндгеймсы не такие. То есть, ну, очень... Сколько раз мы видели ганги по таймингу выпадения Aegis? Ладно, к этому теме чуть-чуть попозже вернемся. Сейчас у нас может быть инициация от Escape. Как раз таки то, что мы говорим, пытается сделать Escape, но это чуть-чуть очевидно. Пытается зажать в тиски. Вроде как у них получается, но вопрос, могут ли убить Аке. Вроде бы поймали Аке под Фоксом. Джиггернаут разрезает одного, разрезает второго. Лода под ПКБ, кстати, лода под ПКБ бьет Синдерена, добивает его. Лода под Шадоу Дэнсом, теперь уже в Ябзор. Праймал Руорна и Абзора, и его тоже распополамило. Есть Ravage. Не особо страшный, на самом деле, Ravage. Кежу пытается отрести репорта, но чиньцами ему телепор сбивает и отправляет его в тавер. У меня есть один вопрос к тебе и вообще ко всему миру. Где Death Profit? Кстати, да. Где она? Она пушит вниз. Вот вам выпад. Вот вам выпад от Escape. Хорошая атака была, ведь. Хорошая. Будь там еще Death Profit и можно было продолжать. Ну да, да. Ну как? Джиггернаут там одного зарезал, второго. Реально, а где Death Profit? Я что-то как-то и не заметил. Я же тебе говорю, я когда... Когда вообще Койку в этой игре не видно. Когда они убили типа двух саппортов, все сделали четко, я не мог понять вообще почему. Где? Кто? Где damage? Дальше-то можно драться, вы уже преимущество имеете. А она внизу сплит пушит. Разлад в команде? Есть такое, есть такое. Заметно то, что Alliance все-таки даже в этой игре выглядит посерьезнее. И в предыдущей они боролись получше, чем Escape, например, в первой. Но в предыдущей игре Escape прям сыграли в свою игру. Почему в этой игре не получается? Это вопрос, возможно, даже к морали. Все-таки мы видели, что они умеют играть. Мы видели, что они хорошо исполняют. Clark сейчас будет неумоверно жестким. Мы его так прям профидели обалденно. У него и так, в принципе, все хорошо за счет Midas'а. 16 тысяч Networx'а. Он вообще топ-3 Networx'а за Alliance. По графикам они лидируют уже в 14 тысяч голды. Ой, EGM врывается, взрывает Рубика. Проблемы также будут. И Койк, и Койк во взрывается. Минус два. Посыпались Escape. По-другому и не скажешь. Просто посыпались. Лода поражал. Вообще, нулевая реализация своей стратегии. Просто нулевая. Как, не знаю, груша для битья сейчас. Именно так выглядит Escape. Tag Hunter прыгает. Ravage'а нет. Лода подрубает Shadow Dance, добивает Барак. И можно, в принципе, спокойно отойти. Alliance так и делают. Причем, знаешь, что более странно? Чем даже то, что они сейчас вот так играют. Это то, что они играют так после победы. Они ведь выиграли предыдущую игру. Они выиграли ее хорошо. Они все классно делали. Да, уверенно. Выиграли, мне кажется, вот в серии. Я бы мог понять такую ситуацию, если бы они предыдущую игру там проиграли. Выграя не первую, вторую проиграли. Тут на минус морали как-то не пошло. Но здесь у вас наоборот плюс мораль. Вы на кураже должны быть. По логике вещей так оно и есть. Как так произошло, не понимаю. Возможно, эти пиков и так повлияли от команды Alliance. Но ведь можно было один-два пиков отдать, сделать, а потом уже огрызаться. Ну, как-то не собраны эскейпы. Это видно. И даже элементарно по той же реакции Джиггернаута у него два раза была возможность нажать Блэйдфьюри и задоджить Стан Леона. Но он два раза попадал под него. В этот раз Хигсак, кстати, начинает EGM. Но тут не удается Синдорена убить. Фингер в КД до сих пор. Экзорцизм прожар. На топе С4 уже Т3 Тавер начинает подгрызать. И Экзорцизм элементарно был заюзан в пустую. Или не в пустую. Лода с дабл дэмэджем крайне опасна. Дарфак там сбивает с себя Сайланс. Койков очень опасен. С ним лучше пока не связываться. Где Лода и на Кежу нападает, не стесняет. А у Кежу нет маны. Ему Монолика все сожгли. Но жить, по идее, и будет. Ты же посмотри. Даже тупо не пережидают действие Экзорцизма. Хотя могли спокойно подождать отойти. Лода под Сайлент сам. Спирид Сайфон тоже работает. Лода пытается бежать. Лода убивают. Хороший килл для команды. Иллюминаит больно прокатывается. Эра отхиливается. Там еще глимер на него вроде повесили. Яп заработает Лиз БТП. Эмберу. Есть Рор по Эмберу, который он своровал у Бисмастера. Сайлент сверху. Сверху еще Рэвич. Но дэмэджа пока по С4у не заходит вообще. Иллюминаит подхиливает очень неплохо. Улетает на Ремнант. Жить будет. Здесь немножечко Alliance, как мне кажется, все-таки поторопились. Праймал Рор будет. А, тут фингер на Койква. Койква. Койква погибает от чиньцов, который успел заюзать. И С4 приходит на Кежу. Будет атака. Кежу не переживет, мне кажется, этого дэмэджа. И не о чем делать. Гем выкладывает перед смертью. Заметит, не заметит. Заметили. Вообще интересная попытка была. Под дерево такой сну. Хитрюга. Под спрятать. Ну, несмотря на то, что Alliance, по сути, они заставили Death Profit'ку прожать экзорцизм, они могли тупо подождать, пока этот экзорцизм кончится, и потом спокойно подраться. Но нет. Они обнаглели. Они были очень самоуверены. Да. Обнаглели почти драться. Потеряли Сларка. Но, тем не менее, файт они все равно выиграли. Очень уверенно его выиграли. Когда у тебя такой перефарм, мне кажется, уже потеря Сларка не так страшна. Появляются и криты те самые у Эмбера. Возможно, как раз таки мы сейчас увидим реализацию того коварного плана Арена. С двумя фестами. Ну, вообще, Kotal здесь... Вообще, в принципе, Kotal заехал. Один из самых жестких суппортов, как мне кажется. Я уже говорил о том, что его многофункциональность, она поражает, особенно в играх, где Dota идет пассивно. А так как у нас третья решающая карта, то Alliance взяли себе двух суппортов ультрапассивных, но зато очень мощных в затяжной игре. И вот мы сейчас видим КПД Леона и КПД Котла. Но кто тут может сказать, что эту игру выиграл Сларк или Эмбер? Нет, эту игру выиграл Kotal и Леон. Леон, у которого Блинкдайгер появился очень ранний. И Kotal, который сейчас со своими иллюминейтами закидывает и отхиливает неимоверно жестко, и еще и восстанавливает ХП и мало. Ну да, самое главное, что и Бульдог им помогал. Он был постоянно под эти ганги. Вообще, действительно, Леон, Бестмастер и Котла, они троем создавали очень много гангов, очень хороших пиковов делали по карте и выиграли время. Большие молодцы. Большие просто молодцы. В то время как у Винтера Виверны с Рубиком такой возможности, как видим, по карте нет. Ну, тут еще, конечно, можно сказать, что деспрофитка вообще потеряна по игре. Вот он, двамый Солар Крест, бюзглосный. Ну, я видел какую деспрофитку. Я видел деспрофитку с дискордами, пайпой, и там еще что-то он там брал себе. Вот. Вот эта деспрофитка мне нравилась, потому что она как раз будет абсорбить вот эти вот неприятные демеджи. Нужно обязательно какую-то, кому-то купить. Там пайп Шивактрин, по-моему, был, если не ошибаюсь. Это было бы супер круто. Плюс нужен просто какой-то, ну, который снимает монолик, ты как его называешь? Лотосорб. Лотосорб, да. И все. Идеально. Ты снимаешь лотосорб, лотосорбом этот монолик, и нормально, можно воевать. И прессинговать. Самое главное, нужно было в early game прессинговать, не давать вот эти вот опек-оффы реализовывать постоянно и везде и повсюду. Ну, а сейчас приходится... Сейчас приходится отбиваться, и причем отбиваться крайне сложно, учитывая, какие итемы есть у Эмбера. Он может просто стоять и сдалека расстреливать эскейпов, вот этими фестами постоянными напрягать. Плюс, котел в этом плане тоже прекрасный. Вообще, осада у Альянс, она нереальная. Это то же самое, как к тебе там, я не знаю, прилетают когда пульты начинают тебе просто разбивать здание. То же самое. Здесь ничего нельзя сделать, потому что стоит просто котел, стоит Эмбер, и они просто стоят и отстреливаются. Ну, медленно, наверное, подгрызают те бараки. Тауэр, точнее. Ну, и скоро и бараки начнут грызть. Хотя, после Тауэра можно и подраться, зайти на ХГ. Ну, в любом случае, заходить на ХГ сложновато. Вот дефить ребятам из Альянс было бы в разы проще, чем пушить. Ну да, да, да. Тоже правда. То есть, вроде как ты стоишь, ты осаждаешь, но ты при этом не особо пушишь Тауэр. Ну, и плюс еще день хочется дождаться, пока наступит день, ведь у котла хилл работает только днем с Иллюминейта. Но с другой стороны есть Айега. С другой стороны есть Айега. Тут чуть-чуть осталось подождать прям совсем. Вот, возможно, сейчас как раз таки и стоит попробовать вдариться в такой пуш активный, прям верхнего Тауэра. Он-то уже всем битый. Если Тауэр сломать, то Бараки будет полегче, мне кажется, бить чуть-чуть. Ну, это само собой. Но сейчас... Ну, буквально минута, и день наступит. И мне кажется, тогда уже руки развязаны будут. Ну, возможно, этого и ждут Альянс. Там же дикий АОЕ Вижена, Иллюминейт уже начинает хилить. Там, по-моему, Вижен, по-моему, равняется на Исталкеру, да, ночью? Да, да, да. Там огромная АОЕ Вижена. Не говоря уже о бестмастере, который еще Вижен дает, то есть информации будет столько, что ого-го. А что там по даггеру тайт? Есть вообще даггеры? Интересно. Да, у даггера. У даггера есть тайт. Приятная новость. У даггера есть тайт, да. Ну, и вот это приятная штука для эскейпов. Возможно, попытаются как-то сейчас организовать инициацию. Вообще сложно все это, конечно. Очень сложно. Как-то нужно и АКи попытаться забить сейчас апортов. Ну, на пол хп я обзора сразу штрахнула. Да, шандарахнула слегка по голове. И опять эскейпы. Просто смотрят, как их сносят. Ну, траться они ни в коем случае не хотят. Боятся проиграть. О, да. ПКБ потратил. Но фисты работают замечательно. Синдерен там чуть ли не взрывается. СФО. Еще Егис есть у него. Попрыгал по эре. Вязал его также чейнами. Но есть котик. Котик подхиливает. Ну, вот это стратегия. А давайте дождемся, пока оппонент нафейлит. Пока не работает. Вот эскейп. Они тупо стоят и смотрят на снос своего лайна. И, в принципе, на этом вся игра и заканчивается. Ну, и главное провести яркую параллель с первой игрой. Идентичная ситуация, когда ломают бараки и никакого ответа не поступают. Вот на эру. Эра. Покрутился и убежал. Они ведь там тоже в первой игре бараки отдавали без боя. Причем две стороны отдали без боя. Да и третью отдали без боя. Ну, третью в итоге там уже просто некуда деться было. По факту. Они не дрались. Даже тогда они не дрались. Поймали лоду. Немножечко побили. Но сразу же разжимается Даркпакт. Есть глиф. Кабасик, давай. Кабасик, кабасик. Нет. Ух ты, как же больно. А это джагеру так больно. Что было бы с каким-нибудь цеплотом. Он бы разорвался просто. Видел дабл фисты. Может все-таки Коттль дашь ему ману? Коттль. Коттль гифман? А ну дай ему ману. А он себе... Что за Коттль? Ха-ха-ха-ха. Он себе ее зарядил. Продажный. А он себе ее заряжает для того, чтобы иллюминейты кидать. Смотри, раз иллюминейты кидать. Блин, ну у него так то фига еще ману. Он сейчас просто дабл иллюминейт дал. Блин, это же тоже на самом деле имба. Кулдаун иллюминейта... Что-то мне кажется, что дабл фисты было бы поимбовее. Вот именно в этой ситуации. Ну, типа он хотел еще подхилить, ведь эмбар же побитый был. Ну аегис согласен. Вот он и подхилился. А ну дай ему блин. И страх. Ну дай ему фисты. Дай ему посмотрим комбинацию. Дай ему ману. Все-таки откатилась БКБ у лоды. Он добивает этот проклятый, блин, барак, который просто мучили-мучили и наконец-то мучили. Короче, если дабл фистов не будет? КГВП. Бунт. Просто бунт. Не будет. Не будет, Арен. Извини. Извини. Не будет. Зато дабл иллюминейт посмотрели. Красиво. Дабл фисты так и не увидел. Верните деньги за билет. Коттл уволен. Легкая. Легкая прогулка в третьей игре для Олайнс, как оказалось. И, действительно, мы проводим вообще три игры. Давай реально говорить про всю серию. Первая игра. Четко Олайнс раскатали. Без боя сдались практически эскейпы. Во второй игре похожая ситуация делает эскейпы. Тоже атакуют. Но там хотя бы был какой-то бой. Там какие-то пару моментов было про световую Олайнс, которые могли сказать, что они молодцы, они дерутся. Третья игра вновь. И повторение сценария первой игры. Просто повторение. Под копирку. Полностью вообще себя бездарно реализовала Death Profit. Точнее, вообще не реализовала себя никак. Вот этот непонятный Солар Крест. Вот эта непонятная пассивная игра в Early Game, которая позволила суппортом выфармить очень жесткие артефакты. Я думаю, наши аналитики расскажут, что все-таки, когда ты видишь какого-то Сларка, Котла и Леона, то нельзя, и еще и Эмбера, нельзя давать этим ребятам фармить. Надо идти и бить им лица. Давайте, ребят, расскажите, что тут было не так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ЕГейминг Бэтс. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реперальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Дота 2 и Хардстоун. Контерстрайк и Старкрафт. World of Tanks и Лига Легенд. ЕГБ.КОМ. Ты точно знаешь, кто победит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...